Сегодня у нас с вами день рождения книги, книги, о которой мы с вами уже слышали, потому что всем хочу вот подоказать предыдущую книгу, книгу о России с любовью, автора Александра Ивановича Сергеева. И презентация этой книги была именно в этом нашем читальном зале, Центральной городской библиотеке. Я вам просто напоминаю сегодня о том, что это проходило. И на презентацию упоминалось о том, что в свет готовится издание книги художественной романа «Блондин с зелеными глазами». Теперь мы видим результат и просим Александра Ивановича Сергеева представить нам эту книгу «Блондин с зелеными глазами». Пожалуйста. Уважаемые коллеги, зелеными глазами, я вас всех рад видеть. Сначала я немножко скажу, почему, и не то, что почему, а как я пришел к тому, что стал писать уже не только книжки, которые касаются моей работы непосредственно, как юриста, как человека, интересующего политикой, историей, ну и непосредственно творчества. Творчество литературное. Я себя, конечно, не претендую, не отношу к писателям. Я рассказчик. Первые главы этого романа были написаны мною очень давно, в 2003 году. Потом был определенный перерыв. Ну, в целом получается, что эту книжку я писал с различными перерывами 10 лет. Ну, не 10 лет я писал, 10 лет она вот над ней работала. Ну, потом я все-таки решил посчитать, сколько я действительно истратил времени на написание этой книги. Ну, у меня где-то получилось 3 года. Если вы все время собрали, за 30 лет, что я над ней работал, это 3 года. Сейчас я вам зачту определенные, так сказать, выдержки. Мои впечатления о Петербургском утре. Что такое Петербургское утро, как я его описываю в своем роване. Что бы ни говорили, но Петербургское утро неповторимо. И самое главное, всегда прекрасно. Сколько о нем сказано и написано. Но это не исчерпаемый источник вдохновения. Петербургское утро – это тайна, это загадка, которую пытливому уму хочется раскрыть и воспеть. Оно само помогает автору найти те единственные неповторимые слова. Утро, словно небесная красавица, плывет над городом, ласково и нежно его гудя. Оно прекрасно в любой день и в любую погоду. И не важно, идет ли снег или светит солнце. Вот так я рассуждаю о Петербургском утре. Как ни в чем не бывало, вновь сеть за стол. И не просто хмуро сидеть и коситься друг на друга на давнего обидчика, а весело пить и плясать в обнимку с этим обидчиком. Во всем этом есть какая-то колоссальная загадка. И сразу вспоминаются слова. Умом России не понять. Аршима общим не измерить. У нее особенное стать. В Россию можно только верить. А если посмотреть поглубже, то ведь вера – это основа человеческой жизни, пришедшая на нашу землю с византийских берегов. Может быть, именно православие, являющееся основой восточноевропейской цивилизации, существующая в десятилетии на российской земле, и может дать нам ответ на вопрос о русском народе. Современная цивилизация все больше и больше окутывается в железные конструкции. Они проникают во все сферы человеческой жизни. Трагедия заключается в том, что вектор движения по ним лишен всякого смысла. Самое главное в нем отсутствует духовная жизненная энергия. Железо разрывает человеческую плоть. И в этих городских лабиринтах, до мозга костей, пропитанных бездуховностью и железом, теряется главное значение человека – вера. Вера в Бога. Способна вырвать человека из объятий железной цивилизации и вернуть его к нормальной, не животной, а человеческой, неповторимой, наполненной до краев смыслом содержательности. Познавая великое, познавая мир, а познавая мир, увидим себя в этом мире. Значит, вот по сюжету романа, там совершается преступление в этой деревне, убивает человека и обвиняет в этом сельского, будем говорить так, плотника, мужчину молодого 30-летнего. И в борьбу за его, так сказать, невиновность в совершении данного преступления вступается девушкой, героиней этого романа. Там такой сюжет, что Степан получается старше Екатерины на 13 лет. И была такая ситуация, когда она маленькая девочка, 6-летняя, играла около пруда, упал в этот пруд, и он тогда, значит, уже взрослый, ну не взрослый, а, так сказать, юноша, бросился в этот пруд и вынес ее из пруд, и нес на руках, и там все деревенские кто-то рядом были, они нарекли их женихом и невестой. И так вот, она это услышала маленькое, вот у нее так отложилось, жених и невеста. Она все время договорила, ты мой жених. Ну и получается так, что вот это перерастает в серьезную любовь, и когда его обвиняют в этом убийстве, то она одна из первых, хотя Степан возвращается с Афганистана с другой, женщина, есть еще одна героиня в этом романе, там несколько женских линий, Ольга, но Ольга от него отказывается, от Степана, а вот Екатерина продолжает за него борьбу. И когда происходит обсуждение на сельском сходе, она там выступает, то там происходит такая ситуация, которую я описываю таким образом, когда следователь прокуратуры дает слово руководителю местной организации Единства, что происходит? Значит, ну чудненько прокомментировал Смирдунов и предложил дать слово представителю Единства, руководителю местной организации Единства Ильи Владимировичу Иванову. Он встал в свое место и вышел на середину сцены. Спокойно дождался, когда наступит тишина в зале, и с уверенным голосом сообщил о том, что местная организация Единства на своем заседании обсудила имеющуюся информацию по делу у земляка и считает возможным выдвинуть общественного защитника по делу Степана Симонова. Сельчане восприняли это решение, «Единство на ура!» Зал стал скандировать «Единство Путин! Единство Путин!» Эта дружная речевка сопровождалась хлопками в такт. Смирдунов какое-то время смотрел на происходящее в полной растерянности, а потом непонятно как и почему, с отвисшей челюстью, но вместе со всеми стал хлопать в ладоши и повторять «Единство Путин! Единство Путин!» Не отставали и остальные члены президиума. Незаметно для всех произошло полное единение тех, кто находился в зале с теми, кто был за столом, с красной скатерти, и они в едином порыве невероятно дружно повторяли «Единство Путин!» Пространство, никто и ничто не может его остановить. Оно проникает через любые преграды, преодолевает любые расстояния. Оно плывет, течет, несется, но порой кат, что оно замедляет свой ход. Счастлив и успешен тот, у кого есть время. Да, не деньги, не много денег, а именно время. Кто-то возвратится и скажет, не деньги главное, а здоровье. Ведь, как говорят, деньги – дело наживное, а вот здоровье не купишь. Но пройдет время, и здоровье станет меньше. Любой предмет бытия подвластен времени, значит, у кого больше времени, тот и богаче. Чувствовать время, дышать его воздухом, быть на его волне, быть созвучным и адекватным своему времени – все это дает невероятное богатство и преимущество во всем. И главное, а главное – успех и процветание. Крайне важно уловить ритм и дух времени, чтобы не попасть в резонанс, чтобы не опередить и не отстать от него. Отсюда вывод. Живут те цивилизации, которые не вступают в противоречие со временем. Пытаются ему соответствовать, ибо игнорировать время нельзя, а оно самое страшное – разрушительная сила. Хочу вам один сюжет еще прочитать. Значит, вот я от них из героев, вот эта вот Ольга, которая предала Степана, она встретила молодого человека, студенты у него влюбляются, у них отношения. Ну, там все это очень сложно. И вот она уже встречает другого человека, собирается за него замуж, и вот она находится в салоне, где продаются вадебные платья, и вот этот Димка, приехав с намерением встретиться с одной из своих одноклассниц, студенток, вот ее в этом салоне увидел, и что там происходит. Он вошел в салон, но на него будто выли уши от холодной воды. Он услышал голос Ольги. Да, черт возьми. Он не мог ошибиться. Это был ее голос. Димка мгновенно пришел в невероятное возбуждение, вспоминая самые хорошие, самые яркие воспоминания нахнули на него с невероятной силой. И вот он увидел ее. Ольга стояла к нему спиной. Он о чем-то разговаривал с продавщицей. На ней было свадебное платье. Она стояла напротив зеркала и любовалась своим отражением. Димка замер. В его уголе в этот момент созрел безумный план. Он выскочил на улицу и бросился от цветочного ларька. Купив огромную хапку белых роз, он оглянулся, ища таксиста или бомбил. Но таксистских шашек видно не было. А водители машин, в которые он обращался, не желали его везти на Петроградку. Он был отчаян, но тут подъехала потрепанная Волга. Открыв дверцу, он спросил водителя, таксуешь? И получив удивительный ответ, сказал, тогда сейчас поедем невесту повезем. Невесту переспросил таксист. Невесту подъявил Димка и бросился в магазин. Ольга все так же стояла у зеркала в сладебном платье и о чем-то весело ворковала с продавщицей. Парень, словно ветер, влетел в магазин, кричал, Ольга, любовь моя! Ольга услышала знакомый голос. Ее голова уже начиналась кружиться. Пролетела, проскакала, жеребенок, Димка. Она увидела его. Димка, не оставляя своего напора, подбросил букет роз над головой Ольги и стал на колени и произнес. Ольга, любовь моя, я хочу, чтобы ты стала моей женой. В душе Ольги творилось что-то невероятное. Словно в сердце заработал магнит протяжения. Он тянул ее к Димке, к ее жеребенку. Ничего не осознаю, она просто бросилась его объятия. Димка подхватил ее на руки. Стоящая рядом продавщица была поражена этой сценой, глядя на Ольгу и с трудом смогла выговорить. Оригинально придумано. Но Ольга, потеряв на речи, только улыбалась и прижималась к Димке и слышала, как учтенно бьются их сердца. Тот спросил у братья, сколько стоит платье и туфли, и все. За что надо платить? И добавил, красавица поскорее, у нас мало времени. Тут же попросил Ольгу, которая все это время держала на руках, достать из его куртки и портмоне. В таком положении не стремглав долетели до кассы. Рассчитавшись за покупку, покинули салон. Продавщица с растерянной завистью смотрела на влюбленных. Потом взглянул на пол, на котором лежали розы, и кликнула им вслед. Цветы, цветы забыли! Но их уже и след простыл. А на полу остались лежать шикарные белые розы. Вот, конечно, я не мог в своем романе, и сами понимаете, что оно связано с правом, порассуждать на эту тему. Право есть величайший продукт человечества, созданный им и в результате всей своей истории. В силу универсальности и многомерности оно пронизывает все сферы человеческой жизни. Но когда право перестает выполнять свою главную функцию, обеспечивая миропорядок в обществе и государстве, а начинает обслуживать частные, корпоративные и иные интересы, тем самым нарушая миропорядок, оно становится страшной разрушительной силой, которая в конечном итоге приводит к уничтожению правящего политического режима, а еще хуже самого государства. Полическая система и государство в целом функционируют более или менее нормально, тогда, когда, ну тут я привожу пример героев, там противопоставление, положительный герой следователь прокуратуры, отрицательный герой это тоже следователь прокуратуры, потом он занимает прокурорское место. Когда Трошковых, то есть положительных героев, больше, чем Смирдуновых. Как только Смирдуновых становится больше, система идет в разнос. Как правило, Трошковы пребывают в Боге, Смирдуновы дружат с товарищем Чек. Трошкова Ивановича, мы поздравляем с выходом книги, искренне рады, что она вышла, и, конечно, прочитаем, надеемся, что она найдет своего читателя в стенах нашей библиотеки и в других. И еще, пользуясь случаем, хочу сказать, что, Александр Иванович, вот у нас в библиотеке, к сожалению, художественные книги мы не пишем, не можем, не пока еще не научились, хоть и все время в тесном сотрудничестве с поэтами, писателями и с творческими людьми, но у нас вышло вот такое издание, которым мы очень горды, называется «Хранители памяти» для многих библиотекарей, оно уже было в руках и знакомо, хотя презентацию официальную мы тоже будем делать несколько позже, к 70-летию Победы. Это воспоминания наших кингисепских и кингисепского района ветеранов, которые еще живы, которые еще с нами, которые помнят ту войну, которая была, но, к сожалению, они уходят из этой жизни и вот эти воспоминания, они очень ценны тем, что, ну, больше уже никак, наверное, это не сохранить, люди уходят из жизни, воспоминания остаются, пускай вот в такой, может быть, не очень научной форме, но они оформлены, Вера Валерьевна Деминой, отредактированы Вадимом Владимировичем Алистовым, и вот эта брошюра, она вышла в свет, и я думаю, что она будет интересна тоже и тем поколениям, которые придут и после нас, и после тех ветеранов, про которых здесь написано. Поэтому мы хотим вам подарить. Спасибо большое. Редактором газеты «Восточный берег» тоже общался, но там, правда, мы по другим вопросам разговаривали. Вот он все-таки человек уже более следующий, знающий, давно работающий в этой сфере. Я вот сказал, что, Александр Иванович, что чем меньше тираж, тем он дороже. То есть, чем больше тираж, можно размазать, так сказать, да? Но я благодарен всем, кто принимал участие в работе над этой книгой. И в первую очередь, конечно, я хочу выразить благодарность своей супруге Светлане, потому что она создала все условия для того, чтобы я мог эту книгу писать. И если бы этих условий не было, наверное, творчество было бы намного сложнее. Я, конечно, благодарен своему другу, товарищу, коллеге, политическому консультанту Игорю Владимировичу Симонову, который, в общем-то, тоже работал со мной над этой книгой. Но мы с ним очень часто были не согласны. И мы многие вещи, с многими вещами мы спорили. Но так как я автор, и я имею право выбора, оставлять это в книге или нет, поэтому я все оставил. И думаю, что это правильно. Конечно же, я благодарен своим друзьям, Игорю и Борису, с которыми очень много мы говорили на различные философские темы. Благодарен нашему Еврахиму, в частности, потому что так получилось, что книга на выходе, потребовались опять деньги, что-то там не хватает, что-то нужно переделывать. И последний, так сказать, транш, спонсорскую помощь, чтобы все-таки книжка вышла. Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего и творческий куст. Спасибо. Спасибо.